Всем привет из солнечного Пхукета и из страны солнца и улыбок. На связи Лилия и Рената Хамедулина и наш клуб путешественников Странотека. Мы в этом отеле пробудем целый день, будем все детально для вас снимать. Поэтому сразу же на этом моменте договариваемся, что с вас лайк прямо в самом начале, а с нас очень скрупулезное и детальное освещение этого прекрасного отеля. Отель стильный, дизайнерский, изысканный, роскошный. И называется он The Slate. Друзья, с каждым днем мы получаем все больше от вас обратной связи. Нам так приятно, что вы пишете в комментариях, что вы пишете мне на WhatsApp, а также подходите знакомиться. Сейчас с каждым днем все больше и больше приезжают туристов, которые посмотрели наши обзоры. И особенно в Белонарии, на нашем любимом пляже Наян, где мы сейчас находимся, концентрация клиентов, которые посмотрели наши обзоры, просто зашкаливает. Огромная благодарность, подходите. Мы с удовольствием с Ренатом общаемся, делимся какими-то дополнительными фишками, новинками. Именно сюда подъезжают все гости и проходят в эту изумительную рецепцию. Уже с первых секунд понимаешь, что тебя ждет. Просто интересное и увлекательное путешествие, потому что таких отелей мало где встретишь. Настолько с изюминкой, настолько со вкусом. Рядом с рецепцией расположилась галерея искусств. Здесь такой вкусный аромат. Каждый роскошный отель узнаешь по своему запаху. Так вот, у отеля The Slate тоже свой уникальный, неповторимый аромат, который отличает его от всех остальных отелей. Проведя здесь какое-то количество времени, сразу же, если вдруг где-то почуешь такой же аромат, поймешь и вернешься мыслями в отель The Slate. Друзья, время 7.30 утра. Мы идем сейчас на завтрак, дабы хорошенько все отснять, не нарушая приватность гостей. Первым делом я захотел налить нам сока. Разтерялся в таком богатом выборе. Вот это, по-моему, морковный, который любит лилия. Мне очень нравится здесь атмосфера. Постараюсь сейчас поближе все это показать, уважая приватность гостей. Тут у нас сразу же первым делом идут салаты и вот такой вот очень-очень богатый стол с фруктами. Не припомню отели, где бы так заботливо отельер для гостей чистила манго. Посмотрите, здесь есть даже яблочки. Для России и Казахстана это будет неудивительно. Вы знаете, что яблоки самые дорогие фрукты в Таиланде. Дальше своего рода тоже какой-то салат-бар, где уже приготовлены вот такие вот ингредиенты. И вы можете сами себе его сделать. Немножечко заворачиваю. Здесь какая-то тайская еда. А, так прикольно. Вот за этими крышками, представляете, соленое и несоленое масло. В Таиланде очень много вариаций соленого масла. Здесь у нас с вами идут уже джемы, сухофрукты, орехи, сукаты и разное молоко. Есть даже шоколадное молочко. Ну, а это молочко уже не подписано. Подхожу к следующему корнеру. Вот таких вот баночков вариаций йогуртов. Здесь они продолжаются. В йогурт и смысле. Далее у нас идут с вами сыры. Кстати, мы с Ренатом поняли, что нас надо смотреть на большом экране. Потому что на большом экране прям то, что я вот так вот в сарай специально приближаю, это видно прям, ну, очень качественно. Так, дальше. Вот эти вот небольшие сосиски свиные. Это уже куриные сосиски, соусы. И пошла такая вот горячая, наверное, еда. Это рис. Это паттай. Паттай прям обязательно рекомендую в Таиланде попробовать курицу с имбирем. Это рыба в соевом соусе. Здесь у нас такая открытая кухня, которая готовит, да? Вот видны и вариации яиц. Здесь уже идут фасоль, помидоры и картофель. Переходим к этому корнеру. Здесь готовят для гостей кофе. А мы с вами движемся тоже к следующему плотному корнеру. Это вареный рис со свининой. Дальше рис с овощами. Это нудлы. Вегетарианские. Вегетарианское карри. Овощи, приготовленные в логе. Веганские сосиски. Так, рисовая вермишель, видать, вариация вермишеля. И опять в горшочках тоже здесь какой-то карри. Здесь тоже карри из орехов. Пошли вот куассаны маленькие, маффины. Это хлеб и что-то наподобие шарлотки, что ли. Нравится, как выглядит еще вот этот корнер. Здесь тоже хлебушек. Здесь вафельки. И рядышком расположились вариации джемов. В целом, атмосфера классная. Особенно нравится дизайн. В гости еще сами могут подойти и сделать кофе. И вот еще у нас такой один плотный корнер, где из риса, либо из лапши, тоже супы, какие-то вариации. И здесь мы с вами можем заказать тоже различные вариации яиц. Жареное, вареное яйцо, яйцо Бенедикт и так далее. Мы же двигаемся к своему столику. Вот этот вот опыт, то, что мы сами приходим на завтрак в отель, особенно на отель высокого уровня, он бесценен. Отель стильный, отель классный. И, конечно же, важно тоже понимать, на каком уровне завтрак. И нам есть с чем сравнить, потому что уже такое количество лакшери-отелей за нашими плечами даже просто за этот месяц, который мы посетили. Сегодня будем завтракать с таким, я бы сказал, шикарным видом. Взяли крайний столик, чтобы ближе быть к природе. У меня пока стартовая тарелка. Здесь я набрал различные сосиски, колбаски, сыры, рыбку. Лиля принесла заранее уже фрукты. Нам принесли в таких вот огромных чашках кофе. Я взял соки и воду. Уже начался дождик, но нам все равно там неохота пока отходить. Он мелкий, он приятный. Я взяла себе яйцо Бенедикт. Может, даже надо показать поближе, если что. Потом взяла салмон, взяла куриную сосиску, взяла сыр чидар. Вот такой вот маленький картофельный драник. И два дамплинга по-английски, по-русски. Уже представляете, забываю как. Ну, в общем, это из китайской, по-моему, кухни. Внутри как мантышка, как пельмешка, наверное, можно сказать. Такой вот еще соус. Здесь приборы в этом отеле отличаются. Они такие немножко, кажется, что детскими. Смотрите, какая чайная ложка в виде гаечного ключа. Большая ложка. У меня кофе на миндальном молоке. Приятного нам аппетита. Друзья, после вкусного завтрака начинаем с вами ознакомиться с территорией. Прямо сейчас я нахожусь в таком центральном, можно сказать, месте, где расположились несколько объектов искусства. И весь отель располагает всего, как мне сказали, 30 такими интересными объектами, которые возвращают нас в историю Пхукета. Конкретно вот это вот, это тук-тук. Тук-тук, который уже не такой современный, да, как мы ездим с вами сейчас. И он напоминает о жизни некогда тайцев, да, и жителей Пхукета. Вечером вот эти вот факелы очень красиво подсвечиваются. Мы же с вами проходим глубже. И перед нами открывается бассейн для взрослых и для детей. Очень атмосферно, очень красиво. Друзья, хочется поделиться очень интересным фактом, кто же спроектировал этот прекрасный отель. Автор этого проекта Билл Бенсли. Мне просто не верится, что представляете этому отелю 30 лет. После цунами в 2007 году хозяева отеля, местные жители Пхукета, пригласили известного на весь мир, как Ренат сказал, архитектора Билла Бенсли, который, представляете, спроектировал многие отели Four Seasons и также приложил руку вот к этому замечательному, шикарному, очень интересному отелю. И получается, после 2007 года, как раз после цунами, отель вздохнул новой жизнью. Далее еще очень такой важный факт, который хотим сказать с Ренатом, это то, что в 2016, если я правильно помню, году, отель произвел новый ребрендинг. Они стали называться не Indigo Pearl, а стали называться The Slate. Тут просто любуешься каждым уголком этими камнями, бревнами на той стороне бассейна. Бассейн называется Lagoon Pool. Рядышком расположился детский бассейн. Стильные зонты, шезлонги. Тоже для удобства гостей. Вот такой вот корнер с большими полотенцами. Водичкой. С погодой нам сегодня повезло. Очень солнечно, классно. Покажем вам отель во всей красе. Друзья, у вас наверняка вопрос, что это такое? Изначально хозяева этого отеля владели подземными шахтами по добыче золота. Поэтому в декоре присутствуют разные элементы такого плана. А это на самом деле не что иное, как душ. Как вам такое? Вот скажите, как можно остановиться, чтобы не снять вот всю эту красоту? Мы двигаемся и просто с Ренатом не можем пройти равнодушно 5 метров, чтобы не восхититься каким-то новым уголком. Сейчас мы прошли уже такую тенистую зону, где тоже гости могут лечь на шезлонги и принять солнечные ванны. Друзья, мы сейчас вам показываем интересное место, где сконцентрированы аж два бара. Один, который сейчас внизу, это пул-бар. Второй наверху работает вечернее время бар. А снизу ресторан стейхаус. Мы вам уже, по-моему, говорили, что на территории отеля расположилось 30 прекрасных объектов искусства. Но все-таки вот такие важные детали, они очень играют роль. Вы только посмотрите, пожалуйста, вновь на кухонные приборы, которые опять нас погружают, возвращают в корни бизнеса этой семьи, которая владеет как раз-таки отелем The Slate, а также очень важно мне еще показать вам салфетницу. Потому что напоминаю, что они изначально владели шахтами по добыче именно черного золота. И мы здесь с вами как раз-таки увидим много таких стильных, красивых моментов. Конечно, отдыхать, кушать очень приятно. Такие вот тряпочные подстаканники. Очень-очень стильно, очень приятно. И я думаю, тем, кто вот как раз-таки нравится еще отдыхать не только душой, телом, но еще и видеть визуально вот эту вот всю красоту, они просто кайфанут по полной в этом отеле. Друзья, я уже в предвкушении вашего классного и замечательного отдыха, когда вы приедете сюда, когда вы это все будете видеть, пользоваться и наслаждаться. Друзья, я вас сейчас как раз-таки приглашаю в ресторан Vivette, который открывается вечером. Напомню, что это ресторан Steakhouse. Он так назван по... в переводе с английского, вернее, означает вот как раз-таки вот эти вот болты. Мы только что с вами были в баре, я забыла сказать, который называется Underground, который опять нас погружает в историю семьи, да, говоря о шахтах по добыче золота. И вот этот вот ресторан, он тоже чем-то уносит нас с вами в их прошлое, но при этом все очень стильно и красиво. Сразу же при входе вот такие вот красивые живые цветы. Вечером, конечно, это все выглядит по-другому. Очень стильно. Смотрите, какая шайба. Сюда салфетка целая залазит. Плюс подсвечник в виде болта. Такие красивые детали используются в отеле The Slate для сервировки стола. Красивые люстры. Сейчас я вас приглашаю уже в бар, который расположен на втором этаже. Нам тоже хочется его отснять, несмотря на то, что он открывается вечером. Но пройдем и прогуляемся прямо сейчас. Мы поднимаемся сейчас в бар. Продолжаем вас поражать декором этого бара. Все такое... Я даже не знаю, какой это стиль. Где-то я на стройке это видел, когда мы бегали с друзьями в свое время. Качели классные. Как говорится, то была только присказка. Сейчас мы непосредственно в самой сказке. Это бар-ри-бар, который открывается только вечером. Обратите внимание, пожалуйста, на полы. Это шпалы, которые как раз таки использовались в их шахтах. То есть, представляете, как все дизайнер и сами хозяева этого отеля смогли сплести все воедино, чтобы отель сочетал историю, культуру. И при этом, кстати, очень-очень важный факт, что отель The Slate входит и является мировым членом дизайнерских отелей во всем мире. Прямо сейчас Лилия показывает вам дизайнерский стол. На нем стоит в горшке цветок, листья которого покрашены. В таком состоянии они сохраняются 5-6 дней. Я же забрался на самый высокий стул. Наслаждаюсь, наблюдаю. Из зоны Рибара я выхожу по такому замечательному мосту в сад Collision Garden, который используют для специальных вечеров, когда, допустим, у кого-то бракосочетание или какое-то день рождения. Здесь тоже накрывают столы, и атмосфера просто прекрасная. Мы здесь были как раз-таки 2 дня назад, вечером. Вот эти вот факелы, которые сейчас стоят, прислонившись к стене, горели. И была просто непередаваемая какая-то атмосфера. Огонь, вода. И все это очень красиво смотрелось вечером. Приятно журчит вода. Мы решили как раз-таки спуститься по лестницам этого сада. В бассейн только для взрослых. В этой зоне особенно умиротворенно и гармонично поют птички. Мы с вами подошли к следующему объекту искусства. Прямо за моей спиной люди танцуют. Кто бы вы это думали? Это шахтеры, которые таким образом передают, что они счастливы, и поэтому они танцуют. Сейчас мы вам покажем, какие же активности в этом отеле есть. Я вижу, есть сетка для игры в волейбол, мини-футбол. Здесь они активно играют в бадбинтон. Боже, как красиво раскрываются с этой стороны эти великолепные сады. Очень большое пространство, столько вокруг зелени, приятный зеленый газон. Нас угостили деток с водичкой, очень вкусно и даже пахнет вода ароматно. Лиля в шоке вышла из туалета и хочет его вам отснять, чтобы вы видели, что за такой туалет интересный. Да, приглашаю вас в туалетную зону рядом с бассейном, только для взрослых. Мне очень захотелось показать, потому что в классных отелях действительно туалеты. В дополнение говорят многое о стиле и дизайне интерьера отеля. Это вот такая вот общая зона. А далее вот такие дверцы. И далее мы с вами входим, и там атмосфера, как на Мальдивах. Представляете, потому что именно на Мальдивах вот так. Остановились около такой изысканной доски активности, чтобы вы, когда будете здесь отдыхать, знали уже об этом заранее. Итак, каждую пятницу у них проходит вот такая вот активность гриль и чил. В общем, здесь будет блюдо гриль, а чилить можно под звездами. Каждую пятницу с 6.30 до 11.00 вечера. По стоимости для такого уровня отеля очень хорошая цена. Всего лишь 1500 бат на взрослого человека. Для детей от 12 до 14 750 бат плюс налоги и таксы. А я так поняла, что для детей до 12 лет это будет безоплатно. Далее давайте подойдем вот к этому табло. И здесь вы увидите, что каждый понедельник у них тоже будет в виде буфет шведского стола. Тоже фестиваль, гриль еды. Каждый вторник и четверг у них в бар приглашается живая музыка для своих гостей. Представляете? Далее каждую среду тоже барбекю. Каждую пятницу. Ну вот как раз все-таки вот эта активность, которую мы уже вам показали. Поэтому отель старается, чтобы вам здесь было интересно и познавательно. Какую бабочку мы сейчас увидели и вам покажем. Очень красиво. Сейчас мы переходим в другую локацию. Идем в бассейн для взрослых. Называется Змеиный бассейн. Это бассейн называется Змеиным. Потому что когда смотришь с высоты на цвет воды, то как будто бы как змеиная кожа. Боже, как красиво. Не встаю это повторять. Потому что очень. Выходя из ползоны под названием Змеиный бассейн, мы увидели вот такую машинку. Ее сейчас используют в декоре, но ранее она, мне кажется, использовалась с детьми активно. Всего в отеле The Slate 178 номеров, плюс еще 7 вилл с бассейном. Осматривая отель, я заметил такую историю, что здесь большие широкие променадные дорожки. Вокруг отеля, внутри самого отеля, получается, после плотного ужина с друзьями, с семьей можно походить, пообщаться, погулять. А также мамочкам с колясками, с детьми уложить своего ребеночка самый тазик. Присоединись к словам Рената, просто кайфуем, когда прогуливаемся по этой территории. Притом по каким-то вот таким вот красивым зонам и даже внутренним дорожкам отеля. Все очень зелено, в тени деревьев. Кстати, Ренат, классно заметил, что мамочкам с коляском просто идеально. Уложить ребеночка и тишина, спокойствие, гармония. Ну, как тут красиво. Взрослые гости подвозят на баги. Вот я вот прям снимаю абсолютно всю газонную зону, потому что действительно красиво. А за этими вратами расположились и виллы. Там тоже очень классно и здорово. Друзья, кто бы мог подумать, бетон, железо и дерево делают современный стиль в данное время. Движемся за нашей коллегой, чтобы посмотреть номера. И вы посмотрите, как тоже классно стилизовали. В этих нишах добавили такие вот диванчики. Друзья, сейчас мы вас приглашаем посмотреть жемчужный номер. Дизайн номера восхищает. Смотрите, какая стена из дерева. Современный какой-то приемник такой стильный. Кровать. Кровать давайте проверим. Очень мягкая кровать. Кресла тоже очень мягкие, кайфные. В жемчужных номерах может быть две отдельные кровати, может быть одна кровать. Детали действительно здесь важны. Так тоже гармонично, красиво выглядит фонарик. Их стильный карандашик серебряного цвета. Все это относится с историей к рудникам, получается, да? Сотрудница отеля предложила отгадать, как открыть этот кран. Так, давайте посмотрим. Ты великолепен. Я угадал. Живые цветы, стильная картина. Мы переходим в мини-бар. Вода, чай, кофе. В такой вот коробочке кожаной. Все это комплиментом. Остальное алкогольные напитки, чипсы, орешки за дополнительную плату. Посмотрите, какой хорошо укомплектованный бар. Это что-то невообразимое. Вентилятор. Сам дизайн этой двери, который отделяет спальную зону от зоны ванной комнаты. Пожалуйста, проходите и взгляните, насколько здесь тоже атмосферно. Вот такая вот стильная ванная комната. За шторкой расположился туалет, чтобы тоже была приватность. Здесь душ. Мне нравятся полотенчики, которые расположились в таких вот материальчатых сумочках. Полотенца. Смотрите, какие бышные, новые. Такая прям классная новая бухрома. В декоре также используются шпалы, как в том баре, который мы вам показали. Сейчас пройдем. Умывальники. Открываются необычным образом. Боже, какое красивое дизайнерское зеркало. Очень нравится прямо со входа в номер запах, аромат. Аромат, который распространяется по всей комнате. Мне еще нравится смотреть на вот такие вот холщовые шторы. Посмотрите, какая тоже красивая дорожка для тех, кто хочет, не знаю, отдохнуть или просто пара принимать душ. Можно здесь посидеть, поговорить о чем-то. Перейдем к деталям. Здесь также заботливо отелем стоит вот такая вот стеклянная бутылочка в многоразовом использовании. Это говорит о том, что отель заботится. Кстати, по территории отеля, если вы заметили, сотрудники отеля ездят на велосипеде, не на там, не знаю, байке или на чем-то. Вот такое вот ароматное мыло. Их собственное написано тоже, видите, как стильно. The slate. Далее заботливо для гостей тоже средства от комаров. Что бы вы думали вот в такой вот стильной баночке? Это лосьон, боже, какой нежный запах. Ой, хочется нюхать, нюхать. Просто аромат неимоверный. Далее мы с вами посмотрим. И обратите внимание, крышка, кстати, очень тяжелая на такую коробку. И что же здесь у нас? Вот такие вот мешочки. Далее шапочки для душа. И, конечно же, смотрите, зубные щетки. Поэтому, если вдруг забыли, ничего страшного, все нормально. Так, вот здесь еще дополнительно расположилась расческа. Закрываю коробку и обращаю ваше внимание на вот этот вот тоже, как правильно я в этом не сильна, болт, да, или что это. Ну, такая классная подставка. И опять же, новенькие свежие платья. То есть видно, что отель их, может быть, к этому сезону где-то менял. Помните, в ресторане была тоже салфетница с такими гаечками, болтами? Так вот здесь вы это тоже встретите. Краны просто офигенные. Еще раз покажу. Ой, ой. Так, не знаю. В общем, я уже не знаю. Ренат как... А, вот так вот. Ренат открыл легко и просто. Я нет. Здесь, оказывается, представляете, зеркала еще дополнительно расположились на стекле. Просто супер. Сейчас, друзья, я приглашаю вас пройти на террасу. Это огромный балкон, который имеет ванную, зону, где можно посидеть, зону, где можно полежать. Друзья, внимание. Не думайте, к какой категории относится этот номер. Представляете, это базовый номер и имеет 55 квадратных метров. С Ренатом просто в шоке. Вы можете себе представить, это самый базовый номер. И вот он такой офигенный. Просто нереальный какой-то. Немножечко дополню слова Рената, потому что каждый базовый номер может располагаться в разной части корпуса. И, соответственно, квадрометраж базового номера, на самом деле, от 55 до 65 квадратных метров вместе, конечно же, с этой роскошной террасой. Под этим номером расположился Правит Пулс Сьют. Имеет большую территорию, а также собственный бассейн. Прямо там. Друзья, еще одна такая деталь. Нигде мы такого не видели. Это специально, чтобы здесь ставить от комариков какие-то разные средства, которые можно поджечь. Чуть не забыли, но вовремя вспомнили, что здесь еще же есть гардеробная. То есть в каждом номере замечательная гардеробная с халатами, с пляжными сумочками. Пространство, конечно, большое. Показываем вам стильные, качественные халаты. Также смотрите, какие здесь качественные новые сланцы. Еще вот такое вот огромное зеркало прямо в пол. Я вас приглашаю в тайский ресторан. Днем тайский ресторан не менее прекрасный. И после вечернего видео тоже хотим вам показать всю красоту при свете дня. Как вы поняли, добраться сюда можно только на специальной лодочке. Ресторан работает в вечернее время. Здесь своего рода как такой вот причал. Очень тоже красиво, умиротворено. Ребята, вот это да. Видите там высокий дом? Мы в нем живем. И все потому, что мы приехали в Таиланд на полгода. Не смогли пройти мимо, чтобы не потрогать что-то, не покрутить. Все шевелится, все двигается. Покидаем тайский ресторан. Идем в новую локацию. Мы еще хотим показать вам фитнес-клуб, спа, мини-клуб. И в самом конце мы покажем пляж. Ренат заметил прекрасные франшипани. Приблизили камеру максимально, чтобы показать вам эту красоту. Здесь прекрасна каждая локация. Фитнес-центр это тоже такое, мне кажется, отдельное какое-то произведение искусства. Стоит в отдельно стоящем здании. Сейчас посмотрим с вами, как там внутри и активности. Прямо сейчас я нахожусь перед входом в тренажерный зал. Около вот такого одного из стендов, потому что по другую сторону расположился тоже зеркально. Другой стенд, где расположились активности для взрослых. Я же нахожусь около активности для детей. Звездочками помечены те активности, которые будут идти за дополнительную плату. Там, где видите плюс-плюс, это значит, что нужно добавлять еще местные налоги. Что, допустим, здесь детям предлагаются, какие активности. Начиная с 9.30 утра, каждое утро у них что-то начинается. По понедельникам, допустим, это йога для детей. По вторникам это бокс. Потом по средам аэробика. По четвергам опять йога. По пятницам бокс, аэробика. И по воскресеньям тайские танцы. Здесь есть возможность детям познать искусство фотографирования. Сделать батики, водное поло. Я вижу, что можно порисовать на камнях, а еще сделать гелевые свечи. Таких активностей мало, в каких отелях встретишь. Делать пиццу детки могут бесплатно. Далее охотиться за крабами, что еще мне нравится. Делать листочки оригами в тайском стиле, водный баскетбол. В общем, у самого улыбка не сходит с уст. Для взрослых активности кажется, что поменьше, но они интереснее. Фитнес-центр, кстати, работает с 6 утра и до 9 вечера. Здесь можно взять индивидуальные уроки с тренером. Это будет по стоимости от 1000 бат. Можно отправиться, допустим, в 6.30 утра каждый понедельник на прогулку. На велосипедах по стоимости это будет 500 бат плюс таксы. Как я поняла, занятия муай-тай здесь безоплатно. Представляете, здесь даже есть такая активность, как пойти на трекинг к водопадам. В принципе, я думаю, когда вы будете сами непосредственно гостем этого отеля, вы здесь внимательно все изучите и просто будете наслаждаться как отелем, так и прекрасным Таиландом. Заходим в зону фитнес-клуба. Тренажеры сразу вижу. Техно-джим, самый лучший, насколько я знаю. Даже в тренажерном зале отель внимательно отнесся к деталям. Вот такая красивая дизайнерская люстра, барная такая вот стоечка. Сделали воду в такой вот коробе. Живые красивые цветы. А здесь положили даже вкусняшки. Только в Таиланде мы заметили треугольные стаканчики. Бумажные, одноразовые. Три глоточки. За ваше здоровье. Лили предлагает выпить за ваше здоровье, друзья. Друзья, все сами изучаем, чтобы потом детально делиться с вами на личных консультациях. Пробую вот этот вот Energy Ball. По-другому энергетический шарик. Тут, видать, что-то такое вот прям энергетическое, кстати. Все расписано, из чего это состоит. Овсяные хлопья, какао, высушенный кокос, какие-то семена еще, лимонный сок. Представляете, на деревянной такой палочке. Приятно. Как вот такие вот шоколадные. Ой, бывают же тоже беточки, батончики. По соседству с фитнес-центром расположилась детская площадка. И совсем рядышком находится мини-клуб. Надо сказать, что в Таиланде редко встретишь детские площадки, потому что, наверное, как-то здесь актуальнее играть на пляже, плавать в море. Но все-таки в отеле The Slate она есть. Вот такие вот прикольные качели. Горка, небольшие лазилки. Вот такой вот приятный мини-клуб. Тоже рядышком прицекает речка. Тин-бокс кит-клуб. Детский клуб работает с 9 до 5. Детки с 4 лет могут находиться без родителей. Здесь есть воспитатель. Вот такие вот приятные активности. Что-то вяжут с детьми. Приятные деревянные игрушки. Книжки. Удивлена, но я даже вижу книгу на русском языке. Мы встречали Новый год. А еще мы, они, конечно же, что-то мастерят своими руками. Набрели мы на мини-ферму. Написано, чистая органика. Несколько грядок. Здорово. Вспоминаю тоже во многих турецких отелях высокого уровня есть такие вот локации. Эти локации демонстрируют особенно детям, как растут те или иные растения. Кстати, вот эти вот деревья с такими широкими листьями – это папайя. Пока плодов не видим, но уже вижу, что расцветают цветочки. И скоро здесь будет, представляете, расти большая папайя. Друзья, надо сказать, что у нас прямо сейчас с Ренатом возник небольшой спор. Я направляюсь и иду сейчас с вами вместе в еще один бассейн только для взрослых. Он считает, что мы уже и так много показываем. Вообще, насколько имеет смысл показывать еще один бассейн. Не будет ли фильм слишком большим? Давайте за мои старания ставим прям сразу же в этом моменте лайк. А мы продолжаем вас знакомить так детально и скрупулезно с территорием Ателяда Слейд. Немножко отошла в сторонку, чтобы не нарушать приватность гостей. Вот такой вот красивый бассейн. Тоже только для взрослых. Очень красиво. Ну, какие красивые детали. Просто еще одна классная зона, чтобы вот так вот почирить, понаслаждаться. В этой зоне могут отдыхать только взрослые с детьми старше 14 лет. Рядом с такими величественными вазами я вас приглашаю в еще один ресторан. Напомню, что на территории отеля Слейд 5 ресторанов и 3 бара. Этот бар, этот ресторан сегодня не работает. Называется он The Shore, но работают в другие дни. И, как мы поняли, гостям из отдыхающих не в этом отеле можно тоже приходить и вкусно ужинать. В этом ресторане вот такая форма чаши. Ночью здесь горит огонь. Обязательно хотим сюда прийти с Лилии. А сейчас мы с вами идем на пляж. У отеля есть 2 выхода к пляжу. Хочется напомнить очень важный момент, что в Таиланде абсолютно во всех отелях вы не встретите ни одного зонта, ни одного шезлонга на побережье моря. Все потому, что такие законы. Но вы можете пойти со своим полотенцем и отдохнуть на пляже абсолютно бесплатно. Либо арендовать участников зонты и шезлонги. Хотим обратить ваше внимание на то, что прямо, когда мы выходим из отеля, слева и справа находятся маленькие кафешки, ресторанчики. И уже выходя за территорию отеля, цены вас будут поражать. Допустим, кокос. Просто кокос уже 50 бат. 50 бат переводите в рубли и в тенге, и вы поймете, какая здесь стоимость. Пиво, на самом деле, мы посмотрели с Ренатом, не намного дороже, чем в магазине. Поэтому можно смело брать здесь всего лишь 70 бат. А также здесь можно заказать алкогольные напитки, коктейли. Тайцы понимают, какого уровня гости отдыхают в этом отеле. Поэтому на этом пляже очень чисто, приятно. Сейчас мы вам покажем пляж. Будем сейчас показывать море, вход в море и рассказывать, почему же мы любим пляж Наянг. Только посмотрите, какая прозрачная здесь вода. Какие мягкие волны. Очень красиво, очень умиротворенно. Кости плавают, наслаждаются. Пляжа-косеное. Пляжа-косеное. Продолжение следует... Прервались сейчас немножечко на паузу. Представляете, целых, наверное, полчаса стояли и общались с нашими подписчиками, которые приехали в отель Bella Nara, который мы отсняли где-то примерно 2-3 недельки назад и выложили на наш канал. Клиенты не знали о том, что можно бронировать туры у нас. Так вот, здесь повторяю о том, что у нас есть 2 юридических лица в России и в Казахстане, поэтому гости Казахстана пишите, мы с удовольствием позаботимся о вашем отдыхе. Туристы сказали такую интересную вещь, что их турагенты их отговаривали от поездки на пляж на Янг, говорили, что здесь нечего делать, что здесь летают самолеты. Так вот, я сейчас буду именно развенчивать мифы, дорогие как туристы, так и турагенты. У нас, потому что есть еще отдельный канал только для турагентов, можете написать мне в личку, я вас с удовольствием тоже приглашу в него, потому что хочется, чтобы в мире туризма было как можно больше профессионалов, соответственно, туристы будут счастливее, туристы будут благодарнее за нашу такую качественную работу. Ританция сейчас специально показывает вам самолет, внимательно смотрите, где он приземляется, потому что он приземляется за пляж на Янг, он никоим образом не задевает пляж на Янг, поэтому все гости, которые выбирают наш любимый пляж на острове Пхукет, а именно на Янг, знайте, что здесь тишина, спокойствие, но при этом такие вот красивые самолеты летают где-то вдалеке и создают атмосферу. Чем же нам нравится пляж на Янг? Почему мы считаем, что он самый классный, замечательный для семейного отдыха, для отдыха с детьми? Потому что вы только посмотрите, насколько здесь чистые, прозрачные воды и вход в море, вот он очень такой замечательный, пологий с детьми, это просто офигенно, особенно с годовайсиками, с двухлетними, с трехлетними, это просто такая огромная благодать. А самое главное, для тех, кто любит променад, здесь одно удовольствие ходить по 2-3 километра в одну сторону и в другую, все потому что максимально ровная поверхность пляжа, А на многих пляжах нужно ходить практически вот так вот и потом начинают болеть ноги. Здесь же вы просто ходите, разговариваете и наслаждаетесь, наслаждаетесь природой, наслаждаетесь прогулкой. Приезжайте и все сами это увидите. Удивительно, но даже мы, такие опытные путешественники, открыли с Ренатом для себя. Сейчас этот ресторанчик, представляете, даже хозяин итальянского ресторана со своими друзьями, нашего любимого итальянского ресторана с друзьями, сидит именно здесь. В общем, мы тоже скоро его протестим. От пляжа проделали мы большую дорогу, ведь здесь расположился спа-центр. Сейчас мы вам его покажем. Да, мы с Ренатом вновь вернулись на рецепцию, потому что спа-зона именно здесь. Еще один ресторан. Именно в этой зоне проходят уроки кулинарии, тайской кухни. У гостей есть на выбор две программы, которые можно выбрать и научиться готовить тайскую пищу. Еще одна такая прекрасная комната, где можно научиться композиции, составлению композиции цветов. Тоже очень тонкий аромат, как в номерах. Все красиво. Я остановился около винного, около винной комнаты, в которой собрано большое количество вин. Как вы думаете, что это такое? Это, оказывается, магазин, где вот как раз-таки собраны разные дизайнерские вещицы. Все очень и очень красиво. Я обязательно сейчас пройду внутрь и посмотрю вместе с вами. Друзья, здесь вы можете в этом магазине приобрести элементы декора. Например, эта бутылочка для масел, лосьонов. Стоит 550 бат. Я же пройдусь, прогуляюсь. Все настолько роскошно. Вы только посмотрите. Вот это вот все вы можете здесь приобрести. Ничего не надо тащить нелегально. Все официально. Вот эти шкафы, сумки, одежда. Посуда. Опять лосьоны, гелия, шампуни. Мы в восторге от того, что отель предлагает гостям приобрести не только элементы декора, но также саму кровать, постель, подушки, тапочки, все что угодно, ребята. Как вам такое? Двери, книги, все здесь для гостей. Просто не перестаем восхищаться с Ренатом. Насколько стильный, классный отель. Мы сейчас с вами пройдем в зону спа. Вот там вот расположилась рецепция. А здесь в отдельной зоне вот такое вот прекрасное спа. Это рецепция спа. Их, собственно, уникальная продукция. Друзья, а вечером-то совсем другой вайб. Очень счастливо показать вам всю эту красоту. Прям дух захватывает. Только посмотрите. Делает свое дело. Очень все красиво подсвечивается. Бар на втором этаже зажил своей жизнью. Какая там энергия. Прям клево. Мне кажется, как паром, так и просто с детьми тут классно. На том же месте, но в другой час. И посмотрите, как бар заиграл яркими красками. Мы все продвигаемся с Ренатом к тайскому ресторану. И по пути решили тоже еще поснимать обстановку. Вау, какая красота. Чтобы добраться в ресторан, нам необходимо с вами перебраться по этому парому. Да? И как раз сотрудники к нам уже едут навстречу. Так приятно. Прям в предвкушении. Идемте. Проходите. Мы уже едем в сторону ресторана. Очень атмосферно. Вот мы и приплыли. Сейчас. Будем аккуратно. Капунка. Классный туман, да? Да. Мне кажется, этот туманчик почему-то не настоящий. Как тебе? В этом ресторане нужно заблаговременно бронировать столик. Сейчас все занято, но мы решили все-таки прийти и отснять для вас. Как же здесь классно. Ну что, друзья, пришло подвести время итоги. Мы провели с Ренатом здесь больше половины дня. Представляете, пришли в 7.30 утра, позавтракали, очень все спокойно в себя впитали. Осмотрели детально прям каждый уголок. Мне кажется, даже весь этот фильм не сможет передать ту гамму чувств, которую мы испытываем здесь до сих пор. Лично как по нам, так отель на данный момент самый красивый, который мы выделили на Пхукете. А вы знаете, что мы на Пхукете даже за эти полтора месяца видели уже достаточно обзоров. Напомню, что мы прилетели на Пхукет на зимовку. Будем здесь еще до марта, до апреля. Мы регулярно с 2010 года, как у нас родился первый сын, первый ребенок, сын, Рамазан, прилетаем в Таиланд, чтобы провести здесь именно время в зимний период. И за нашими плечами огромное количество месяцев, лет даже, я бы сказала, проведенных здесь, на этом прекрасном острове Пхукет. Отель уникальный, отель дизайнерский. Отель такой уровневый, классный. Мне понравилось абсолютно все. Знаю, каким туристам его порекомендовать. Единственное, знаете, самая, наверное, такая большая проблема, это то, что он уходит в стоп заблаговременно. То есть сейчас у нас конец ноября, 28 ноября мы снимаем этот фильм. Вы представляете, нет мест уже там до марта, практически на многие даты. Поэтому на следующий год, я знаю, что для наших туристов мы будем заблаговременно уже бронировать этот вариант отеля. Будем бронировать его уже в мае, в июне, в июле, в августе. Особенно, друзья, Таиланд в этом году бьет просто все рекорды по своей популярности. Поэтому зимний период стоит бронировать уже где-то примерно в июле, в августе. Ниже специально указываем мой личный WhatsApp, куда вы можете смело писать. И мы с командой наших экспертов с удовольствием позаботимся о вашем отдыхе. Дело в том, что мы смогли с Ренатом прочувствовать, покушать, протестить, прожить в таком количестве уровневых отелей в мире, что просто вот, знаете, на таком уже интуитивном уровне понимаем, какой отель подойдет каким туристам. Допустим, этот отель будет идеален как для пар, так и для семей. Он всем тем, кто посмотрит этот обзор на отель The Slate и напишет нам напрямую и закажет этот отель, соответственно, у нас. Мы от нашей компании подарим индивидуальный трансфер в обе стороны в подарок. Единственное, еще один нюанс, то что мы с Ренатом тестим завтраки в роскошных отелях и знаем, где какой завтрак прям самый-самый классный. Этот отель входит в этот топчик, но есть еще один отель, где завтраки просто бомба. Прямо сейчас под этим видео в комментариях напишите, что бы вы хотели, чтобы мы отсняли в ближайшее время. Возможно, кого-то интересует стоимость питания на пляже, кого-то может интересует стоимость продуктов в магазине. Или мы можем поделиться с вами о том, сколько тратим мы на жизнь в Таиланде. Друзья, и до новых встреч в новых видеообзорах! Субтитры создавал DimaTorzok